Давайте, дорогие друзья, я просто действительно хочу немножко рассказать, ну несколько дней рассказать, ясность нести, что ли, объяснить населению нашему, по этим премиям, да, как, вот с чего все начиналось, я начну сначала, начну все сначала, как это было, и как получилось так, что этой темой я начал заниматься и дальше ее продавливать, да, получилось так, что 7 декабря 2019 года Дмитрий Медведев на тот период председатель правительства издает постановление правительства об утверждении правил предоставления распределения иных небюджетных трансферов в 2019 году. Ну, проще говоря, о примировании органа исполнительной власти на местах. И через два дня, 9 февраля, 9 декабря 2019 года, он же Медведев, как председатель правительства бывший, выносит постановление, где распределяет эти денежные средства. То есть, и на республику Калмыки падает 43 миллиона 700 тысяч рублей. Согласно сведениям из электронного бюджета, ну, электронный бюджет, что такое электронный бюджет? Это единый портал бюджетной системы Российской Федерации, который предназначен для обеспечения свободного доступа к информации бюджетной системы. То есть, его идет правительство Российской Федерации. И вот в электронном бюджете есть две платежки, два платежных документа, согласно которым к нам и поступили эти денежные средства. То есть, 27 декабря правительство Калмыки поступило 43 миллиона 435 тысяч и 30 декабря 259 тысяч. Ну, то есть, это те 43 миллиона 700 тысяч. Потом, получается так, что у меня появляется копия платежного поручения нашего председателя правительства Юрия Зайцева. Это в декабре месяце у меня появляется, я ее публикую, где он получает 5 миллионов и народ возмущается. И дальше как бы все утихло. Дальше все утихло, но потом, когда уже бюджет сформировался, я зашел опять же в тот же электронный бюджет и увидел распределение этих премий по министерствам. Этот пост я опубликовал 2 мая, 2 апреля на своих аккаунтах в социальных сетях. И у нас получилось так, что там выделялись аппарат правительства, администрация главы республики Калмыкия, Министерства природных ресурсов и Министерства цифрового развития, которые получили миллионные премии по сравнению с другими министерствами. Например, Минспорт получил всего 413 тысяч премий, Минкультуры 434. Тот же Минздрав, который на сегодня, деятельность которого очень актуально, получил 807 тысяч всего. И таким образом у нас выделяются Минприроды, Минцифры, администрация главы и аппарат правительства. И вот я публикую эту таблицу из электронного бюджета. Эта информация достоверная, то есть ее никак невозможно скрыть, поскольку она подлежит обязательному опубликованию. И на основании фонда оплаты труда из электронного бюджета по министерствам я примерно предположил о премиях наших чиновников. И тоже опубликовал пост о том, что там сколько, какие суммы они получили. Тут получается так, что все на меня напали, прописывали в телеграмм-каналах, там еще там где-то. Ну, грубо говоря, я своими двумя постами людям открыл глаза. Я так понимаю, что правительство, аппарат главы Республики Калмыкия, правительство Республики Калмыкия очень болезненно реагирует на эту тему. Очень болезненно реагирует на эту тему, поскольку были соответствующие реакции. Все ждали вот этих, мы ждали налоговые декларации, когда даже они сдали налоговые декларации, даже Вести Калмыкии сделала репортаж о том, что два министра получали баснословные суммы. И они в своих интервью в этом сюжете сказали о том, что они таких премий не получали. И получается так, что я вру. Получается так, что я вру, и я не знаю, видимо, они такие недалекие, и они думают, что тяжело залезть в этот электронный бюджет и узнать, сколько было распределено по министерствам. Если мы посмотрим там по тому же Министерству природы, Минприроды, они получили 5 миллионов 121 тысячу. То есть там 20 человек работают, ну я знаю, что работники больше одного оклада не у нее получили. То есть они получили один оклад. Это выходит то, что остальные там суммы миллионные до кого-то ушли. Ну мы знаем до того, но я думаю, как я предположил, оно так и так и есть. И вот эта тема для них очень болезненна. Самое главное, самое главное в постановлении правительства Российской Федерации, первое медведевское постановление указывает, есть ссылка на то, что регион должен принять соответствующий порядок. Я недавно публиковал такой же пост о том, что регион должен принять соответствующий порядок. Однако нашего порядка нет. То есть мы не поймем на каком основании, вот я лично не пойму на каком основании, одни министерства получили столько, а другие там министерства получили там в 5-4 раза больше. И вот, ну, я уверен, уверен то, что для них это очень болезненная тема, поскольку никто об этом не хочет разговаривать. Ну, даже я скажу, был у меня вот такой разговор, когда я опубликовал платежку Зайцева. Я опубликовал платежку Зайцева, мне позвонил один из приближенных или знакомых Зайцева, тоже мой знакомый, и попросил удалить этот пост. Я, соответственно, ответил, ну, как я удалю, если это не правда, пусть опровергает, пусть делают опровержение. На что он мне ответил, ну, хорошо, и до сих пор опровержения нет, и эта платежка обещает. Я поставил условие, сделайте опровержение, покажите мне соответствующие документы, я, как бы, ну, удалю, я даже могу извиниться, если я не прав здесь. Получается вот так вот. И поскольку эта тема болезненная, я думаю, что, ну, я предполагаю, что администрация через прокуратуру решила продавить меня, то есть как-нибудь меня дискредитировать, что ли, по этой новости, поскольку эта тема, ну, еще раз повторюсь, болезненная. И сегодня вот меня вызвали в полицию, сегодня меня вызвали в полицию, сегодня утром позвонили из МВД, сказали, Александр Валерьевич, приходите, на вас здесь написали заявление, я хочу вас, ну, оперуполномоченный, решил меня опросить. По какому поводу, ну, сказали, что по публикациям в соцсетях, я сейчас вам, значит, а, вот я пришел в полицию, оперативный сотрудник вышел, встретил меня, поднялись на какой-то этаж, стали разговаривать, мне показали заявление из прокуратуры, я сейчас вам, вам зачитаю. Смотрите, что пишет, ну, это, я не знаю, как, как это назвать, пишет заместитель прокурора республики Калмыкия, Сейчас, секундочку. Заместитель прокурора республики Калмыкия, Курмаев, там, на имя замминистра Шурунгова. Вот, я сейчас, Мерген, говорю, кто заявление написал. Вот, на имя заместителя министра Шурунгова пришло письмо от первого заместителя прокурора республики Калмыкия, Евгения Курмаева. Для проведения проверки и принятия при наличии оснований мер в соответствии с компетенцией направляется содержащая недостоверные сведения публикации пользователя с аналогу Шиев на английском, размещенные 2 апреля 2020 года в социальной сети Facebook. О результатах проверки прошу информировать прокуратуру республики. То есть, прокурор в своем письме, заявлении, по которому он инициирует проверку, пишет для проверки и принятия мер при наличии оснований в соответствии с компетенцией содержащие недостоверные сведения и публикация пользователя с аналогу Шиев. То есть, получается то, что прокурор уже утверждает то, что я своим постом, где я расписывал по именам, по министрам, что я распространяю недостоверную информацию. Просто прокурор. Для чего это делается, не пойму. Здесь нету там ни клеветы, ни нету... Нет, я понимаю, для чего это делается. Нет, нету там... Я не затрягиваю их честь, достоинство, деловую репутацию, понимаете? Я никак не могу понять. С компетенцией направляются содержащие недостоверные сведения по публикации. Вот как понять, содержащие недостоверные сведения по публикации? Меня начинают опрашивать. Опрашивать начинает меня оператор полномочный. Я говорю, да, это мой пост, да, это мой аккаунт в соцсети. Но если прокурор пишет, что информация недостоверная, дайте мне достоверную информацию. И мы подтвердим, что это недостоверная информация. То есть я говорю неправо. Понимаете? Вот так вот. И смысл было прокурору писать заявление на меня? Вот да, я не пойму, смысл был прокурору писать на меня заявление? Приложите документы, подтверждающие соответственно. Но я почему решил сделать этот эфир? Для того, чтобы больше народу знало. И хочу вам сказать то, что я завтра, ну, уже сегодня подготовлю документы. Это мне дает основания для обращения в ту же прокуратуру, да, для проведения соответствующей проверки. Поскольку уже они на меня написали, я могу говорить о том, что, ребята, предоставьте мне, пожалуйста, достоверную информацию. И тогда будем решать. Не доставил. То есть я вру или не вру, вот так вот. То есть они этим самым, этим самым, сами себя поставляют. И еще, ну, я не знаю, я не хочу оправдываться, я не хочу оправдываться, но в этом посту там черным по белому написано. Примерно так, ребята, это мое предположение. За предположение, по закону, там никакой нет ответственности. Первое, там, тоже опять, да не в качестве оправдания. Это я хочу показать, какие люди глупые. Если мы говорим о клевете, что такое клевета, да, распространение. Вот так я и написал, что это по моему мнению. Еще вот я, я не знаю, они такие глупые или как, вот, если они хотят меня привлечь за клевету, то клевета, это как распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. То, что они получили там за зарплату в определенной сумме, это как-то задевает их честь, достоинство и деловую репутацию. Вот это вот я никак не пойму. Ребята, вот с вами хотел это высудить, для этого вышли на эфир. То, что там, я написал там, что кто-то получил там, в один миллион рублей, это счет позорит вы, да, затрагивает их честь, достоинство и деловую репутацию? Ответьте мне, пожалуйста, ребят. Видите, вот так вот, ну, хотя бы знали бы, да, для чего проводить проверку. Спросили бы, спросили бы действительно, ну, как эти сведения порочат их честь, достоинство и деловую репутацию? Как она пострадает? Да никак не пострадает. Если я получила 4 миллиона, а может, я хороший сотрудник, да, ну, и меня так оценивают. Да, я красавчик, может быть, вот так вот. А то, что они получили, там, сколько же? Ну, я говорю, это глупость вообще. Еще прокурор такие вещи пишет. Ну, Санал пишет то, что это наш будущий прокурор, да, Санал? Так выходит? Короче, стыдно, ребята. Что еще там? Ну, и вот я сейчас подготовил два заявления, ой, три заявления, в МВД и в прокуратуру республики, ну, соответственно, в Генпрокуратуру, для того, чтобы истребовать указанные документы и установить право. То есть, если сам прокурор пишет, содержащий недостоверные данные, дайте достоверные, что мы сделали. Ну, так что, ребята, у меня вот такие новости были. Вызвали в милицию, в полицию. Полиция, ну, не знаю, все это по инициативе прокурора ИП. И обычно они пишут, да, там, мониторинг соцсетей указал на то, что там распространяется информация. Нет, они пишут, идти с проведением проверки, вот так, вот так. Администерство и правительство нужно написать. Они, наверное, не хотели, чтобы люди знали, сколько они получатся, а многие сидят голодными. Да, стыдно за нашу власть. Не, ну, это естественно, да. Они, конечно, хотели укрыть данные факты. Из-за этого они очень, очень болезненно относятся. Я думаю, смотрите, как они распределили. То, что по министерствам, ребята, это правда. То, что по министерствам, это правда. Это даже не предположение, это правда. И я, мой предыдущий пост был о том, что в Волгоградской области губернатор разделил 40 миллионов на пополам. То есть половину дал муниципалам и половину дал государственным министерствам и ведомствам. Понимаете? Я думаю, то, что если там Владимир ВВВП об этом узнают, и мы поднимем шум, думаю, для Бату Сергеевича это тоже будет определенным щелчком. Что-то вы здесь так много пишете, я не вижу. Да, вот, да, 08 место, правильно? Да, надо. Не обращали бы внимания на... Да вот я согласен. Они вообще не обращали бы на меня внимания вообще там, а начинают обращать. Вот этот эфир даже для Вести Калмыкии, сюжет, они сделали для того, чтобы как будто мне сказать... Для меня как будто эфир делали. Там писали где-то, санкционалу в уши, вот я опубликую свои, ты там Багалтун, все это. Сахмурную партию разыграл, теперь стопеника победы, ты жертву, эти фигуры. Зря они подняли... Да, я считаю, что зря они подняли эту тему. Я опять же тоже смело предполагаю о том, что у нас же прокуратура с главой очень хорошо связана. Это у нас ни для кого не секрет. Я думаю, может даже это по инициативе администрации все это было сделано. Да, я санкционал, я думаю, напишу, ИВП, Минфин. Ну да, я думаю, тем самым они сами наоборот себе яму копают, наоборот, эту тему развивают. Вот так вот. Да, да, вот это тут вот, я чуть ушел в сторону. Я думаю, вот самое главное, они не опубликовали то постановление, на основании которого они решили дать Минцифре, Минприроде администрации, главы и аппарату правительства большие суммы, а остальные меньше. То есть они это никак не обоснуют, никак не обоснуют. Там или какое-то левое постановление они должны сделать. И, кстати, в электронных бюджет этот документ должен тот тоже грузиться. Его по Калмыкии нету. Понимаете, они там тоже это скрывают. И в связи с этим я вот вышел, что все об этом знали, как бы придать публичность этому. Надо эту тему поднимать, ребята. Я думаю, то, что наверху это дойдет и тоже будет определенным рычагом. Я считаю, вот так вот они сами напросились, сами себе яму копать. Да не трогали меня, я бы этого ничего не делал. Да, мне вот недавно, я сегодня обсуждал с человеком сюрпризом, но можно в суд подать об истребовании этих документов. Но мне надо доказать, как затрагиваются мои права. Ну так что, ребята, вот такие новости вызывали в полицию для чего, так и не понял, какие-то недостоверные данные, при этом не дали посмотреть, достоверные затребовал, достоверные ждем. Ну думаю, не дадут, думаю, не дадут. И это действие, которое они сделали, мне кажется, это для того, чтобы меня дискредитируют. Ну как вот Сельбика сделали, он уволился по собственному желанию, прокуратура написала, в ходе проверки выяснилось, что он племянницу свою крышевал и тому подобные, а на самом деле уволился по собственному желанию. И племянница, как мы знаем, не относится по закону госслужбе к близким родственникам. То есть, грубо говоря, этого Эльбикова задним числом взяли, как грязью и облизь, и все. То есть, и такое же здесь бы они могли сделать, так написать, в отношении у Буши его проводится проверка, и все. А какой результат, уже без разницы, и меня грязью облизи, и все. Из-за этого я тоже вышел в эфир, чуть-чуть атакануть их вперед, сделать так вот. Эльза 7608. Да, видимо. Ну вот, они, наверное, не понимают то, что мы, то, что мы тоже разбираемся в этих документах, то, что мы разбираемся в этих электронных бюджетах, то, что мы там разбираемся в этих закупках. Они, наверное, этого не понимают. Так что, ребята, я с вами поделился, спасибо, что вы, как бы, посмотрели, вот, потратили свое время на то, чтобы посмотреть мой эфир. Кстати, давно в эфиры не выходил, только вот записываю интервью вот в этом, в записи. Кстати, вот международный карантин мы закончили с Максом. Сейчас мы начнем опять же нашу передачу «Разговоры о политике». Завтра вот у нас переговоры сейчас введу, сейчас введу переговоры с одним из, ну, таких влиятельных политиков Российской Федерации вообще сегодня разговаривали. Если завтра он согласится, даст интервью, то мы начнем с него, начнем опять говорить о политике. Ребята, нужно подниматься, опять же, так же действовать, идти вперед, там, ну, как бы, не стоять на месте, то с этой пандемией мы отошли вроде бы. Но сделали небольшой перерыв, да, опять нужно продолжать. Мы до своих политических взглядов не меняем. Идем вперед, идем вперед. Так, с этого момента поподробнее. Мне нужно, конечно, спасибо, да, вот, а кстати, международный карантин, ну, опять же, у меня всегда вот этот парень, товарищ наш, Мильерген Анчиров из Китая, он всегда у меня, как бы, первым идет, как бы, разговор о политике случайно появился, с Мильергеном сели, он говорит, я хочу рассказать, сели с Мильергеном, потом сели сели с Ауром. Макс эту передачу назвал «Разговор о политике». Потом Мильерген говорит, ну, оказалось, что он был в карантине, прям в больнице. Да, давай я расскажу тоже в эфире. Ну, давай, и получился так, международный карантин. Всем рекомендую, особенно посмотрите Монголию, прям понравилось, ну, ближе нам по генному, да, по традициям, по обычаям. Посмотрите Канаду, посмотрите Соединение, ну, вообще, все страны посмотрите, мне кажется, это очень хороший был проект для того, чтобы мы научились делать выводы. Мы вообще все передачи делаем о том, для того, чтобы вы делали выводы, чтобы формировать общественное мнение. Ну, как-то так. Ну, спасибо, дорогие друзья, спасибо, что смотрите. Ждите, будем сейчас еще дальше делать передачи о политике. Начнем, если согласится этот политик, ну, один из, ну, знаменитый, скажем, да, он оппозиционный, он не влиятельный, он оппозиционный. Он, если он согласится, запишемся с ним и дальше уже начнем. С нашими ребятами, он опционал приехал, царен приехал, Оксану позову и начнем с них, начнем двигаться дальше. Спасибо, ребята, всем. Субтитры сделал DimaTorzok